Поговорим сегодня немного о цифрах, вернее о том, сколько можно заработать на пульсе, а если уж совсем точно, то сколько пульс платят за 100 тысяч просмотров. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. В прошлом видео я вам рассказывал, что удалось заработать за один день 6463 рубля и, собственно, поставить рекорд суточный с одного канала. Если посмотреть по просмотрам в этот день, то там выходит где-то 93 454 просмотра. Это, согласно статистике, на 323% больше, чем в такой же день, в аналогичный период. Итак, у нас есть 93 454 просмотра, но у меня же не один канал, у меня два канала. На втором канале про фильмы в этот день, 24 мая, у меня было где-то 8 291 просмотр. Если мы сложим, то как раз получится 100 тысяч просмотров. То есть вот они, эти самые 100 тысяч просмотров. Сколько за них заплатили? Ну давайте тоже сложим эти цифры и посмотрим. Получается 6463 рубля, ну и на канале про фильмы в этот день пришло 535 рублей. Ну, грубо говоря, округлив, ну там особо ее округлять-то не приходится, получается 7 тысяч рублей. То есть у нас, если подсчитать, получается за 100 тысяч просмотров мы получили 7 тысяч рублей. В принципе, здесь математика-то довольно простая, но хотелось бы немножко проанализировать эти цифры, посмотреть, к чему они в конечном итоге привели, ну и как-то разложить по полочкам эту информацию. Потому что если посмотреть, что было до этой статьи, тут, как вы догадались, была просто одна статья, которая, скажем так, выстрелила, то есть за счет нее канал пошел в рост, набрал в этот день большое число просмотров и, собственно, такую большую прибыль получил. За одной статьи, как всегда. Вот. Но что было до статьи и что было после статьи? Если разбирать информацию и данные, которые нам показывают до выхода этой статьи, то там в день было 23-24 тысячи просмотров. Но это не считая субботы и воскресенья, где было 15-16 тысяч просмотров, но с субботой и воскресеньем все понятно. Люди отдыхают, люди неохотно читают и как бы снижаются в субботу и воскресенье. И просмотры, снижается и доход с этих просмотров. Причем за рекламу даже меньше платят. Ну, это естественно. Ну, будем смотреть будние дни. Так вот, по будним дням у нас было 23-24 тысячи просмотров. После выхода этой статьи все существенно возросло. Ну, как существенно? Не так прям, чтобы кардинально все поменялось, но поменялось. Давайте посмотрим. После выхода этой статьи в день стало набираться 30-32 тысячи просмотров. В целом это на 7-9 тысяч больше. То есть такой 30-ти процентный прирост. Я не скажу, что у меня раньше такого не было. То есть не случались такие цифры. Действительно, раньше тоже такое было. И это не обязательно было связано с какими-то всплесками. Периодически просто статистика подрастает и опускается. Но тут как бы после статьи, во-первых, это могло быть совпадение. Но, тем не менее, я думаю, что именно вышедшая статья на это повлияла. Ну, и если посмотреть, как этот 30-ти процентный прирост в просмотрах отразился на заработке, на сумме денег, которые мне приходят в день, то вот, до статьи приходило где-то 1600-1700 рублей в сутки. После... Ну, это не считая субботы и воскресенья, опять же, где приходило где-то по 1000 рублей в день. Как я и говорил, реклама дешевеет, просмотры падают. Вот, после выхода статьи стало набираться где-то 2000, ну, первые два дня там было по 2000, потом стало приходить 2600-2700. Ну, как бы тут уже глупо отрицать, что вышедшая статья, которая, скажем так, выстрелила на это, повлияла. Причем у всех авторов, ну, которых я знаю, с которыми я общаюсь на пульсе, периодически такое случается, что какая-то статья набирает большое количество. Вот, мой коллега недавно писал, что у него 19 мая такая статья. Другой мой коллега, который пишет про путешествия, писал, что еще раньше у него там пару недель назад была одна такая статья, которая набрала безумно большое количество просмотров. И тут такой момент у всех, почему-то у всех, кто мне об этом говорит, у них странные показатели. В чем выражается странность? В низком числе процента дочитываемости. Давайте посмотрим, какие у этой статьи показатели. Сама статья была показана в ленте 1 миллион 200 тысяч 650 раз. Это довольно высокий показатель, учитывая то, что на пульсе статьи крутится, ну, чуть меньше, чем в других аналогичных площадках. CTR на данный момент 6,84%, ну, это он сейчас снизился. Насколько я помню, в первый день, когда она крутилась, он был где-то около 12%. Но 6,84 тоже довольно неплохой показатель, даже на данный момент. Я так понимаю, статья все еще продолжает крутиться и набирать какие-то показы. Кликнули по ней 82 283 раза. Просмотрело уже 81 388 человек, из них стали читать 72 306 человек и дочитали всего 30 161 человек. То есть, заметили, немножко странные показатели. Странность отражается в том, что процент дочитываний статьи 37%. Понятное дело, что в этот день 93 тысячи дочитываний набралось не только с этой статьи. С этой статьи вот как раз только 30, значит, с других там 50. Возможно, люди переходили на другие статьи. Всего тут показано, что больше 70 тысяч человек читателей было. Возможно, эти читатели курсировали, скажем так, перемещались по каналу, смотрели другие какие-то статьи канала. За счет этого как бы и набрался вот этот весь объем, который был на канале и читал. Понятное дело, что на пульсе не так просто определить заработок. Скажем, у меня сейчас здесь получается, что я заработал 7 тысяч за 100 тысяч просмотров. Но другое дело, что вот я получаю 2 700 рублей, и там у меня в день просто выходит 30 тысяч просмотров. То есть, не коррелируется вот эта информация 30 тысяч просмотров 2 700 и как бы 100 тысяч просмотров 7 тысяч. Но тут нужно понимать, что пульс это не дзен. В чем особенность? На пульсе в зависимости от длины статьи может быть несколько рекламных блоков. Мы понимаем, что на дзене тоже, но там это ограничено двумя рекламными блоками в тексте. То есть, один в самом низу и в середине текста может быть вставлен еще один. И то они отказываются от этой стратегии и делают их сбоку. Здесь на пульсе все немножко по-другому. На пульсе у нас как все размещается? У нас в тексте может быть сколько угодно рекламных блоков. У меня было и 4, и 5 рекламных блоков только в тексте. Помимо этого один баннер рекламный наверху, один баннер рекламный внизу, сбоку несколько рекламных баннеров. И вот, в зависимости от длины текста у нас получается вот такое вот большое количество рекламы в одной статье. Причем она гармонично довольно туда вписана, то есть вам не будут пихать ее на каждом шагу. Но вот первая картинка обычно... Как это идет? Первая картинка, под ней размещается рекламный блок, потом идет какой-то текст, вторая картинка, текст, потом уже под третьей картинкой, ну в зависимости от количества абзацев, которые вы там разместили, может быть второй рекламный блок. И так вот по нарастающей. Но особо растягивать текст и лить воду в нем нет никакой особой нужды. Про то, как читаются тексты в интернете, про то, что вебсерфинг отличается от чтения книг, я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео, в подсказках его прикрепил, посмотрите. Так вот, если вы будете лить много воды, если ваши статьи будут неинтересно читать, то никто, конечно, не дойдет до следующих рекламных блоков. Тут у меня получается тоже 37%. Возможно, падение заработка как раз связано с тем, что люди не дошли до второго рекламного блока, и уж до третьего там не дошли. Ну у меня в этой статье, насколько я помню, всего два рекламных блока. Мои коллеги-авторы связывают такие показатели с каким-то глюком. Говорят, что возможно, что-то там на пульте глюкануло. Но я не думаю, что это так. Ну то есть представьте, у вас на площадке появляется какой-то глюк, который работает так, что у вас утекают деньги в трубу, просто потому что крутятся какие-то статьи, которые никому не интересны. Да вы бы этот глюк моментально пофиксили. А тут в разные периоды у разных авторов возникает вот такая вот странность. Я думаю, тут все связано с большими числами. То есть как только набирается большое количество показов, вот это вот миллион двести, большое число людей переходят и читают, то не все хотят дочитывать. Многие просто пролистывают по быстрому статью, узнают информацию. Не так много людей остается читать. И вот так это отображается. Такая вот закономерность просто. У разных людей, у разных авторов, на разных каналах, на разных тематиках это вот так работает. Ну что тут поделать? В целом же я думаю, что на Пульсе, как и на Яндекс.Дзене и на других подобных площадках самое важное это не CTR, за которым гонятся авторы. Тем более Пульс там это показывает, что там статьи с очень высоким CTR. У меня есть там статьи, где CTR и 15. Но они вообще не крутятся. Так вот, независимо от того, какой у вас CTR, независимо от того, какое у вас количество лайков и дизлайков, статьи могут крутиться или не крутиться. Какой же параметр на самом деле здесь главный? Главный параметр это поведенческие факторы. Это значит, что важно то, как читатель реагирует на вашу статью. То есть дело не только в лайках и дизлайках и переходах на эти статьи. Многие авторы как раз пишут какой-то кричащий заголовок и поэтому на Яндекс.Дзен многие жалуются, что заходишь, а там пустышка, либо длинный-длинный текст, а в конце только ответ на вопрос, который тебя интересовал. И многие быстренько пролистывают, читают и выходят. Так вот, здесь самое главное в поведенческих факторах это вот взаимодействие читателя с вашей статьей. Сколько он провел там времени. Возможно он что-то скопировал, переслал, возможно он отправил ссылку на эту статью, поставил лайк или дизлайк. Посмотрел, поделился, почитал, изучил, поругался в комментариях, не поругался в комментариях, что-то ответил, не ответил. Множество вот этих факторов в совокупности. То есть, если человеку статья интересна, он с ней как-то взаимодействовал, и чем дольше он с ней взаимодействовал, тем лучше статья крутится. В этом плане, как я понимаю, пульс сейчас обгоняет Дзен. Дзен после того, как ввел свои реакции, там вообще не пойми что. Ну то есть, люди, которым не нравится ваша точка зрения, могут зайти, задизлайкать вас, реакции будут негативны. И будет ли статья крутиться или не будет, большой-большой вопрос. Ну потому что, хотя на Дзен понедельник они заверяют, что если там есть какие-то люди, которым ваша статья продолжает нравиться, которым интересно, то они будут рекомендовать подобной аудитории вашу статью, и реакции в этом плане не очень сильно влияют. Но на самом деле, как это работает, мы с вами никогда не узнаем. Дзен вообще много чего обещает, но не всегда выполняет. Надо будет вообще отдельное видео записать про то, что сейчас происходит на Яндекс.Дзен с моей обычной позиции автора. Многие меня обвиняли, что Дзен мне там доплачивает. Вот сейчас он мне вообще не доплачивает. Вот сейчас у меня с ним довольно натянутые, скажем, отношения. Он мне на самом деле и раньше ничего не платил за то, что я про него рассказывал, причем я и раньше его довольно сильно критиковал. И думаю, в следующих видео, когда буду рассказывать свое видение ситуации, то тоже немного покритикую. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока.